В агроусадьбе под Минском белорусские так называемые силовики задержали около сотни мигрантов. Это граждане Алжира, Афганистана, Ирака и других стран, жители которых целыми семьями открыто приезжали в Беларусь, не скрывая намерений затем попасть в Европу с белорусской территории. С подробностями этой ситуации моя коллега Марина Янович. Спецоперацию в Михановичах провели сотрудники отдела по гражданству и миграции Минского ГУВД при поддержке ОМОНа. Они задержали 94 иностранца без белорусских виз. Полтора года назад таких туристов в Беларуси принимали с большим уважением. А теперь задерживают. Не является ли это сигналом белорусских властей? Показывают, что вредите. Мы же можем и так. Мы же можем хорошими. Они показывают, смотрите, мы ведь можем, мы умеем быть хорошими. То, что вы добивались, мы можем сделать сами. При этом белорусская сторона, вероятно, думает, что никаких признаков уступок у них нет. Мол, просто делают свою работу, задерживают мигрантов. Но когда надо было, не делаем. Но вот польский журналист Руслан Шошин видит ситуацию иначе. Очевидно, что ситуация на польской границе жестко контролируется. И сейчас она несравнима с той, какой была, когда они начали провоцировать этот кризис. Я имею в виду власти в Минске. Поэтому я думаю, что они просто избавляются от ненужных забот и ненужных проблем. Люди сидят, и они не знают, что с ними делать дальше. Может быть, что-то людям обещали. А между тем, волна новых пограничных проблем, похоже, растет и ширится с каждым днем. 9 февраля был оглашен приговор суда белорусскому журналисту, поляку Анджею Почобуту. 8 лет заключения в колонии строгого режима. Якобы за угрозу национальной безопасности Беларуси. 10 февраля Польша закрыла пограничный переход Бобровники. В пятницу белорусские власти вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Кшиштофа Ажана и проинформировали его о мерах в ответ на, цитата, «негуманное одностороннее решение о закрытии Бобровников». Минск также предложил привести к количественному паритету штаты белорусского генконсульства в Белостоке и польской миссии в Гродно. Кроме того, власти заявили, что далее не видят смысла в присутствии офицера связи пограничной службы Польши в Беларуси. Одновременно белорусская сторона объявила об ограничении въезда польских грузовиков на свою территорию только на участке белорусско-польской границы, то есть не через литовские и латвийские погранпереходы. Варшаве пришлось отреагировать. Если белорусские власти введут объявленные ограничения в отношении польских перевозчиков, ответ Польши белорусским перевозчикам будет идентичным. В то же время заместитель министра инфраструктуры Польши Рафал Вебер пообещал на встрече с представителями Национальной ассоциации польских перевозчиков последний грузовой переход Козловича-Кукурики на белорусско-польской границе закрыть не будет. Представитель польского МИД Лукаш Есина, в свою очередь, заявил, что пограничный переход Тересполь-Брест вскоре может быть закрыт, по крайней мере, для грузовиков. Мол, соответствующие решения уже на столе. Впрочем, всегда же есть возможность открыть гуманитарный коридор для политических беженцев из Беларуси, подчеркнул польский дипломат. Но, возможно, и полное закрытие белорусско-польской границы, предполагает журналист Руслан Шошин. Все будет зависеть еще и от соучастия Лукашенко в войне, от того, пропустит он российские войска или нет. Если как-то так получится, что он вяжется в эту войну, то, конечно, никаких других вариантов. Однако политолог Виталий Цыганков не считает этот вариант таким уж вероятным. Не думаю, что до этого дойдет, потому что слишком много негативных последствий для обеих сторон в таком случае. Политических, человеческих, гуманитарных, экономических. Белорусско-польские отношения уже давно сложно назвать добрососедскими. Можно, к примеру, вспомнить разгром Союза поляков, преследование польских активистов, уничтожение могил польских воинов на территории Беларуси и даже давешний запрет на ввоз в нашу страну польских яблок. Как отметил Руслан Шошин, это не совсем пограничная война. Но самоизоляция Минска от Европы – это точно. Марина Янович, Белсад.